13.06 в Керове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Напротив меня исполнительный директор компании «Ажифинансы» Константин Кропнев. Это его особое мнение сегодня. Добрый день. Добрый день всем. Мы хотим начать с новости, которая только что прозвучала в эфире «Московского эха». Эта новость касается введения прогрессивного налога. В частности, мы слышали о том, что Ольга Голодец, вице-премьер, еще раз заявила, что правительство прорабатывает вопросы введения в Российской Федерации прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Она и раньше об этом говорила, и летом в июле на экономическом форуме. И говорит она следующее. У нас сегодня идет обсуждение по поводу НДФЛ, и я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, мы ее сегодня обсуждаем. Учитывая, что буквально сегодня же вышли данные, что каждая третья семья в Российской Федерации говорит о том, что доходы значительно снизились за последнее время, мы понимаем, откуда может быть такое заявление вице-премьера. Считаешь ли ты, что назрело уже время ввести прогрессивный налог? Мы очень давно об этом говорили. Да, я, наверное, все же поддержу Ольгу. Я согласен, что нужно делать какую-то прогрессивную шкалу. То есть для менее обеспеченных людей данный налог убирать, а для наиболее богатых людей шкалу повышать. Ну вот в то же время глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, он говорит, что введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц в нынешних сложных экономических ситуациях говорить просто нельзя, нецелесообразно, поскольку бизнес окончательно уйдет свои доходы, уйдет в серые зарплаты и в серые схемы. Ну по большому счету основные, так скажем, крупные доходы у нас получают представители каких-то крупных корпораций, и им просто будет физически тяжело свои доходы уже спрятать. Если у него там заявлена среднемесячная зарплата, вроде там 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, то почему он должен платить налог 13 процентов? То есть потому, я думаю, что он в состоянии заплатить на благо, так скажем, государства, общества немножко побольше как бы. И это все же не тот случай, когда представители крупных корпораций будут применять какие-то дополнительные схемы и прятать свои заработные планы. Отстали под угрозу бизнес. Да. Продолжим другой новостью. Александр Аузан, экономист, предлагает ввести в Россию прямые налоги и предложить гражданам самим выбирать, куда тратить часть НДФЛ и налога на имущество. Он говорит, что россияне платят в бюджет в виде прямых и косвенных налогов 48 копеек с каждого рубля, и это уровень Европы, а то и выше. Но граждане об этом не знают. Ну тут, да, я читал у него это интервью, то есть он там в том числе... На знакомый интервью. Да, я ссылался на так называемый опыт Исландии, то есть там есть такой интересный наук на религию, когда любой гражданин даже свыше 16 лет платит налог на церковь, которая составляет порядка 700 долларов в год, то есть сумма немаленькая. То есть, но с другой стороны, каждый гражданин, он имеет право выбрать, какой конкретно церкви он эти деньги перечислит, и в то же время, если он является атеистом, то есть он может перечислить эти деньги в определенный университет. То есть и каждый... Представительный такой взнос. Ну да, получается, каждый своим рублем голосует за ту идею, которая ему больше, так скажем, по душе. То есть это либо какие-то религиозные темы, либо это какая-то некая научная деятельность. Ну и в принципе, тоже есть вот такое мнение, что так как в Америке большинство налогов, которые собирает правительство Америки, это все же налоги, полученные с физических лиц, то правительство, хочет оно или не хочет, оно должно считаться с мнением своих избирателей и налогоплательщиков. И получается так, что любой американец, он голосует не только на выборах, когда выбирает президента, но он голосует в том числе и своим рублем, и государство зависит от этих избирателей и, соответственно, пытается выстраивать свою, так скажем, политику, исходя из социального запроса как бы. У нас же доля налогов, которые платят физические лица, если мы смотрим какой-то общий, допустим, федеральный уровень, то она, соответственно, минимальна. Она минимальна, и по большому счету получается так, что даже существует какой-то такой, условно говоря, негласный договор, что правительство как бы не приставало к мелкому бизнесу, не боролось за повышение налогов, а в то же время граждане, они не лезли в бюджетные дела, они интересовались, как тратятся их деньги, какие приоритетные задачи решаются. Но сейчас ситуация немножко меняется, особенно она меняется на муниципальных уровнях. Если мы будем, ну, смотрим, уже наполняемые с бюджета в разрезе муниципалитетов, то там доля этого же подоходного налога, она составляет довольно значительную сумму, и, соответственно, в том, при той непростой ситуации, когда стагнация в экономике, когда денег в бюджете все меньше и меньше, у бюджета всего как бы два вопроса – либо эти деньги просить сверху, либо повышать собираемость налогов, в том числе как бы, ну, подоходного налога. Притом сейчас тоже такой довольно интересный тренд, что все вот эти новые информационные технологии позволяют налоговикам более качественно анализировать налогоплательщиков, отслеживать недобросовестных налогоплательщиков, ну, и выявлять, соответственно, их, и так ли бы иначе это, и все это выливается в некое вдавление на бизнес. В вдавление на бизнес многие, конечно, пытаются уходить в тень, еще в более глубокую тень, там работать по-черному, но это тоже такой процесс временный, потому что данные технологии, они будут как бы с каждым днем все время ужесточаться, то есть мы так либо иначе, мы все живем под колбаком, то есть очень легко как бы отследить все наши доходы и расходы, то есть и рано или поздно, то есть прятать что-то будет практически невозможно. И, соответственно, опять же такой образуется как бы тренд, что с одной стороны чиновники давят на бизнес, на мелкий, на средний бизнес, там заставляют показывать более высокие там зарплаты официальные, то есть более высокую там, ну, ориентируются на более высокую собиральность налогов, и в то же время уже граждане начинают предъявлять какие-то со своей стороны претензии к администрациям, к чиновникам, то есть начинают задавать неудобные вопросы, как тратятся наши деньги там. Да, почему на военную отрасль повышается количество выделяемых денег наших, наших, на самом деле, а на социалку снижается. Да, какие-то, может быть, совершенно есть другие, более приоритетные, то есть более приоритетные задачи, то есть и вот как будет на этот посыл как бы реагировать власть, ну, честно говоря, пока не очень как бы понятно. А люди-то сами, люди-то готовы распоряжаться самостоятельно своими деньгами, они-то, если вдруг будет введена такая схема, смогут грамотно распорядиться? Ведь у нас, нас этому не учили, что называется, ни в одном университете. Ну, я, честно говоря, не очень верю, что такая схема в ближайшее время будет как бы реализована, но, по крайней мере, я думаю, что с каждым годом, там, даже с каждым, там, месяцем, днем, граждане все будут больше и больше как бы задавать вопросов и спрашивать, почему деньги тратятся, там, вот, к примеру, на, вот, опять же, возвращаясь к проблеме экологии, то есть весь экологический бюджет города Кирова составляет порядка, там, ну, 6-7 миллионов рублей. А по большому счету, там, на благоустройство кладбищ заложено больше 8 миллионов рублей. То есть получается, что у нас в приоритете, так скажем, все же кладбище, а не экология в городе. То есть одно... А по большому счету и то страдает, что же тогда с экологией нашей семьи? Да, ну, помимо этого, то есть в бюджете города Кирова, то есть есть вообще какие-то некие странные, как бы, такие строчки расхода, то есть я тут полистал на досуге, то есть, допустим, там, есть такая некая программа развития агропромышленного комплекса муниципального образования город Киров, на который заложено более 240 миллионов рублей, то есть агропромышленное образование, какая у нас может быть агропромышленная программа в городе Кирове? Это интересно. То есть у нас уже... Не могу сказать даже. Да я... Ну, мне тоже, честно говоря, не совсем, как бы, понятно. Сколько миллионов рублей? 240 миллионов рублей. Агропромышленная программа города Кирова? Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования город Кирова. Константин просто вот сейчас читает, он подготовился, он специально нашел эту программу. Вот хороший вопрос, мы его зададим, администрация, когда она придет. Я не знаю, может быть, это действительно, как бы, и нужная программа, но немножко, как бы, так, ну, странно-странно. Ну, и все-таки, вот, коротко, сейчас перед уходом на небольшой перерыв, люди готовы к тому, чтобы самостоятельно распоряжаться деньгами или нет? По крайней мере, люди будут задавать вопросы, то есть, когда они будут платить, и, то есть, из своего кармана будут платить больше, как бы, когда государство будет с них требовать уплаты налогов, так скажем, в больших объемах. То есть, я думаю, что люди будут больше задавать вопросов. Кто, в первую очередь, заинтересован в введении такой схемы? Люди, государство? Ну, я думаю, что тут такой двухсторонний, как бы, по большому счету, двухсторонний интерес, потому что, мне кажется, на определенных уровнях, как бы, власти, то есть, чиновники просто запутались, они не понимают, какие-то некие приоритеты, не понимают, что от них, как бы, хочет, как бы, население. То есть, приоритеты, которые выбирают чиновники, не всегда совпадают или вообще не совпадают с тем, что выбирает народ. Да. Сейчас прерываемся буквально на одну минуту. Напоминаю, что Вы слушаете особое мнение исполнительного директора компании «Ажифинанс» Константина Кропанева. Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что особое мнение сегодня свое высказывает исполнительный директор компании «Ажифинанс» Константин Кропанев. Меня зовут Светлана Занько, и мне хочется продолжить обсуждение тем, которые возникли на гражданском форуме московском, который прошел буквально минувшие выходные, и которому мы посвятим эту среду частично, потому что еще просто не все вернулись с гражданского форума, все, кто из Кирова туда ездил, а придут к нам в среду, большинство, по крайней мере, из них, чтобы мы обсудили темы, которые поднимались там. Ну, а сейчас мы обсуждаем это с теми, кто не бывал на гражданском форуме, но так или иначе, все равно, конечно же, погружены те вопросы, которые там поднимались. Так вот, известный эконом-географ Наталья Забаревич, она в своем выступлении, мы, кстати, разместили его на сайте у нас в разделе блоги, можете почитать, она в своем выступлении заявила, что возвращение выборов мэров крупных городов станет поворотной точкой, которая обозначит сдвиг от заморозки к развитию экономической ситуации в регионах. Она считает это принципиальным вопросом. От себя добавлю, что когда мы делали эфир сразу после инаугурации Владыкина, да, нового нашего мэра, и просили слушателей наших на путьстве высказать новому мэру, то кроме на путьстве, в первую очередь, люди говорили, что они хотят сами напрямую выбирать мэра, чтобы не депутаты, а сами напрямую. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, инициатива, с одной стороны, правильно, но тут опять тоже не все так однозначно. То есть, я думаю, все мы понимаем, что существуют в том числе какие-то определенные пиар-технологии, по идее, при определенных, так скажем, усилиях, при определенном финансировании, всегда можно провести, ну, какую-то запланированную, запланированную комбинатуру, которая в конечном итоге будет все же не работать не на благо города, а отрабатывать те деньги, которые были в нее вложены на этапе, так скажем, предвыборной. Но этой кандидатуре, а может быть другой и третий, все-таки придется немножечко покрутиться, выступить перед избирателями, дать свои обещания, представить свою программу, чего сейчас не происходит. Нет, я согласен, что любая конкуренция, это как бы, как бы, это благо, то есть, любая конкуренция, это благо. Тем более, я думаю, что сейчас создается такая, как бы, определенная некая специфическая ситуация, что, с одной стороны, в бюджете, как бы, денег все меньше, а ответственности перед, так скажем, в том числе перед городом становится все больше. С другой стороны, каких-то, так скажем, механизмов, так, ну, то есть, условно говоря, там, можно сказать, что у нас первоначальный этап приватизации, не приватизация, то есть, накопление капитала закончено, и, соответственно, все, так, самые сладкие куски, которые находились там, в том числе в муниципальной собственности, они так, любые, иначе, там, поделены и приватизированы. То есть, условно говоря, рентабельность этой должности, то есть, ну, того человека, она, как бы, снижается, но в то же время повышается, как бы, ответственность. Ответственность, вот, в том числе и перед людьми. И, соответственно, главное, чтобы вот те люди, которые тут будут так, любые, начали лоббировать вот интересы, в том числе и на главу города, если все же это будет выбираться, то есть, они понимали эту ответственность. И я думаю, что многие это понимают, и вот, как раз, вот эта выборная система, это поделиться, это возможность поделиться своей ответственностью за какие-то принимаемые решения, в том числе, как бы, и с населением. То есть, это снятие себя, то есть, некой ответственности, то есть, вот, за какие-то решения, по большому счету. А сам ты за прямые выборы мэров или за то, чтобы осталась прежняя система? Нет, естественно, то есть любая конкуренция должна поощряться и поддерживаться. То есть выборы мэров, это все же более прогрессивный шаг, это более правильный шаг. То есть когда есть конкретно программы, когда мы голосуем не просто за какую-то, так скажем, фотокарточку или биографию, а когда мы будем голосовать за какие-то конкретные действия, за какие-то программы? В этом же своем выступлении Наталья Зубаревич говорит, что необходимо ослабить финансовый контроль Москвы за субъектами федерации, скорректировать саму модель отношений центра региона. Она имеет в виду, что каждый регион и даже крупный муниципалитет, в основном, конечно же, это региональные центры, должны самостоятельно распоряжаться своими деньгами. В таком случае эффективность повысится, но будет очень зависеть от личности, от персоны, которая стоит во главе, например, города. И будет некое расслоение городов. Умный, талантливый стоит, при наличии денег сделает прекрасный город. Не очень умный город будет чахтать, но у людей всегда есть выбор, и они смогут его переизбрать. Что ты думаешь об этом? Опять же, я вроде бы согласен, но с другой стороны, мне кажется, при той системе нового обложения, при, так скажем, при том, что у нас большинство, в том числе и городов, это все же дотационные города, то есть они зависят от региона, от федералов, как бы, то возможности глав городов, они так либо иначе очень сильно ограничены. Очень сильно ограничены. Сейчас перейдем к тезисам господина Кудрина, которые тоже я выложила буквально вчера на нашем сайте, со ссылкой на московское эхо. Многие очень, конечно, распространили эти тезисы. Меня зацепили многие из них, но тот, который я тебе прошу сейчас представить, я тебя задаю, потому что я знаю, что ты этим очень интересуешься и много об этом уже говорил. Он, Кудрин, говорит следующее. Нам важно изменить статус предпринимателя, чтобы среди этого сообщества были герои, и они были уважаемы в обществе. Это потребует изменения традиции, десятилетиями воспитывалось негативное отношение к предпринимателям, но без этой перемены не изменится действительность. Вот он что имеет в виду? Ну да, существует такая как бы идея, что надо какие-то положительные примеры, их надо тиражировать, показывать, хвастаться, что у нас есть вот такой-то предприниматель, который своим трудом и умом достиг каких-то определенных усилий. Но по большому счету я, честно говоря, не вижу проблемы в том, что как-то у нас образ предпринимателя принижается. То есть предприниматель в нашем обществе не является изгоем. Просто само понятие предпринимательства приобрело более широкое понимание. То есть те люди, у которых есть зачатки предпринимательства, они пошли, условно говоря, не в науку, не в инновации, не в создание наук производства, они пошли в политику, они пошли на госслужбу. То есть государство создало для предпринимателей, для маленькой прослойки людей, которые предприимчивы, такие условия, что я правильно понимаю, что они не развиваются в экономике, и не развивают экономику Российской Федерации, а пошли в управленцы, на госдолжности. Потому что деньги там зарабатывать получается так и проще как бы, и интереснее как бы. И такая же тенденция мы также видим в том числе и на силовых структурах. То есть эти же истории, там Захарченко, либо еще что-то показывает, что многие силовые структуры по большому счету тоже превратились в неких предпринимателей. — Да, сейчас может пойти обратное движение с госдолжностей, а заслужившие люди будут получать какие-то крупные предприятия, например, да, уходить в банки и еще куда-то. — Такая тенденция-то идет, но в основном она идет, что не те люди, которые уже поработали на каких-то больших должностях, то есть в банки, там на предприятия идут просто их дети. То есть уже эти большие чиновники, они идут либо на заслуженный отдых. То есть если мы посмотрим, кто возглавляет крупнейшие банки, крупнейшие корпорации, там так либо иначе присутствуют как раз очень широко дети чиновников. — То есть это естественный процесс, который у нас происходит. У нас складывается высшая каста, где семейная преемственность, да? — Ну, получается, да. То есть такая тенденция есть, и поэтому тот бизнес, то есть у нас, конечно, такой в голове воспитан, такой немножко идеалистический образ предпринимателя, что там Элона Маска, который сделал Теслу, либо Стива Джобса. — Это у тебя воспитан. А вот Худрин имеет совершенно другое в виду. Он почему-то до сих пор ссылается на 90-е. Ты помнишь что-нибудь из 90-х? Считаешь ли ты, что молодежь сейчас на 90-е хоть как-то вообще ориентируется? — Я думаю, что молодежь совсем не помнит, что было как бы в 90-е, но если действительно раньше, то есть там придя куда-нибудь в школу там или в институт, спросить, кем вы хотите быть, там все хотели идти в бизнес, потому что оказалось, что в бизнесе проще как бы зарабатывать деньги. То сейчас, если мы там спросим, куда они хотят идти, то есть большинство молодежи скажут, что они хотят на госслужбу. То есть они хотят либо, если они там, ну, так скажем, средне-талантливые, просто получать какую-то стабильную зарплату, а если они действительно талантливые и предприимчивые, то как-то вот пользователям госслужбы обратить, ну, в своих собственных как бы интересах, тем более там мы видим, ну, на постоянно каких-то всплывающих арестах, там, так скажем, в том числе и высших там должностных лиц. — Так согласен ли вот ты с господином Кудрином, что нужно искусственно менять этот тренд? Я так понимаю, что все-таки это искусственное, да, изменение, когда героев там вот выбирают, показывают их всем, и теперь уже снова опять предприниматели показывать, как вот каких-то там... — Ну, мне кажется, искусственно это не поменять, это все же зависит как бы от некой среды, условно говоря, если мы тут живем в Кировской области, то хотим либо мы не хотим, то есть апельсины и оливки тут выращивать, ну, просто невозможно, нет условий для выращивания, так скажем, а пилить лес, ну, еще, так скажем, в течение каких-то десятилетий, по крайней мере, еще в состоянии. — Да, и те, кто пилит лес, они до сих пор рассчитывают на одно ресурс, да? — Ну, получается, да, что пилить лес гораздо проще, как бы, чем заниматься какими-то, ну, заниматься инновациями, заниматься технологиями, тем более, ну, действительно у нас просто нет условий для занятия, для занятий, для реализации этих идей. — Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у нас нет условий для того, чтобы развивать инновационное производство, или хотя бы элементарную переработку дерева, да, чтобы не вывозить их отсюда? — Ну, переработка дерева, так либо иначе, она все равно развивается, то есть, или реализуется, то есть, как бы, под инновационными технологиями, я понимаю, это действительно какие-то прорывные такие вещи, то есть, связанные там, в том числе, как бы с IT, то есть, тут мы просто, надо просто, не то, что как бы забыть про это, но это получается не для нас. — Не наша специализация. — Это не наша специализация, но просто немножко взять и успокоиться, то есть, допустим, если мы возьмем какую-нибудь там Кремниевую долину, то есть, там десятки, сотни тысяч человек, которые занимаются похожими темами, они между собой, как бы, общаются, они постоянно находятся в взаимодействии, то есть, если у них какая-то, чуть-чуть, хотя бы, какая-то, получается, идея, которая имеет право на осуществление, то есть, как бы, к нему выстраивается целая там, очередь из потенциальных инвесторов, то есть, ему не надо бегать по всему городу как бы, искать какой-то инвестор, то есть, к нему просто-напросто будет выстроиться очередь из этих инвесторов и там весь, ну, получается, выстроен весь цикл, то есть, если вы открываете какую-то фирму или инновационную, вам нужно будет какие-то найти специалистов с какими-то, специализированными знаниями, то есть вы их легко, довольно быстро найдете, а здесь вы просто не в состоянии это делать. Но, к сожалению, если мы говорим про какие-то очень серьезные такие передовые технологии, мы это немножко упустили, и по большому счету надо смириться с этой идеей. — И чем заниматься? Вот ты сейчас такие вещи говоришь, на которые, конечно, задумывается правительство новой Кировской области, ведь им же нужно развивать здесь экономику, то есть на инновациях нужно, как ты говоришь, поставить крест. Без нас хорошо их уже придумали, и чего тут догонять? А на чем тогда сконцентрироваться? — Ну, есть такое понятие, как экономика простых вещей, то есть нужно по большому счету делать действительно какие-то простые вещи, то есть, условно говоря, перерабатывать эту же древесину, коротить из нее натуральные стулья, столы, продавать эти стулья, ну, к примеру, гайки не завозить из Китая, а делать гайки у себя на собственных предприятиях, тем более это не так сложно, и это как бы в состоянии сейчас делать. — Тебе не обидно, что только экономика простых вещей для Кировской области? — Ну, почему бы и нет, почему бы и нет, то есть не может быть во всем мире, то есть не может весь мир превратиться в какую-то некую кремниевую долину, то есть где все бегают там некие инноваторы и там придумывают какие-то сложные там такие устройства или... — Да, ну вот мы сейчас перед тем, как уйдем на перерыв, мы должны сказать, что все-таки и не говорит наше правительство, что именно инновация, она делает ставку, но все равно придумывают какие-то способы для того, чтобы поддержать существующее производство или наладить новое. Например, было предложение от Максима Кочеткова, заместителя предпредставителя областного правительства в Мородыково рассмотреть возможность размещения производства фосфорной кислоты, имея в виду, что у нас есть и полезные ископаемые в этом смысле. Но я прошу тебя прокомментировать вот такое предложение уже после рекламы, через две минуты. — Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажефинанс» Константин Крупанев. До перерыва мы заговорили об идее, о проекте правительства развивать производство фосфорной кислоты на Мородоковской площадке. Но площадку использовать как-то надо. И по поводу использования этой площадки были разные предложения и варианты. В частности, о размещении предприятий по переработке отходов первого-второго класса опасности. Возникла еще одна идея. Связано это с тем, что у нас есть месторождение фосфорной руды, да, или как оно там называется, из которой можно производить фосфорную кислоту. — Ну нет, не совсем так. — Которую не производят в России, а заводят из Казахстана и Китая. Хорошая же идея. — Ну не знаю. Я, честно говоря, отношусь к этой идее очень осторожно. Я считаю, что Кировская область все же перенагружена какими-то производствами, связанными именно с химией, с опасными производствами. И совершенно, в моем понимании, очень много вопросов к этой идее. И нужно ли нам еще одно такое опасное производство. Потому что я не думаю, что там будут какие-то серьезные доходы для нашего бюджета с этого бизнеса. Ну как не будут, если мы завозим сюда фосфорную кислоту из Казахстана и Китая сами не производят? — По большому счету, опять же, если возвращаясь к нашему региону, то есть наш регион зарабатывает в первую очередь на НДФЛ, то есть это должно быть большого количества работающих, как бы, и на налоги на прибыль. То есть я не думаю, что там это будут предприятия, на котором будут работать сотни людей. То есть вряд ли. — Кто знает. — Ну, даже сотни, это не такие большие, как бы, доходы, но в то же время это очень серьезный дополнительный риск для региона. — А прибыль? — Опять же, совершенно непонятно. То есть я не видел бизнес-процесса, бизнес-проекта. Я не знаю, как это будет реализовываться, но, опять же, вот, если вот с Марадыка все закончилось очень благополучно, но там надо было понимать, что там все же были, в том числе, с одной стороны, там это все происходило под контролем военных, с другой стороны, там денег на экологические проблемы не жалели, и там было, в том числе, финансирование из-за рубежа под этот проект осуществлялось. То это же будет совершенно другой, это будет коммерческий проект, и где гарантия того, что коммерсанты не, так скажем, не сэкономят на каких-то экологических проблемах. То есть это, так получается, мы получим какую-то дополнительную мину замедленного действия. Я, с одной стороны, понимаю правительство, которое как бы ищет любые, как бы, возможности, там, оживить какое-то производство, но, мне кажется, они идут немножко таким, ну, таким более легким путем, то есть, как бы, то есть, ну, то есть, что тем, уделяя внимание тем вещам, которые лежат, как бы, на поверхности, но вот нужно ли это региону? Я вот не готов. — Нужно ли еще одно производство бедному региону? — Нужно ли экологически вредное производство нашему региону дополнительно? Потому что еще непонятно, то есть... У вас же есть бизнес-клуб, который собирается и обсуждает разные идеи. Есть ли какие-то предложения для этого региона, в котором, как ты говоришь, невозможно произвести инновации, какие-то революции, да, дорогие технические разработки рождать и потом продавать, что можно только простые вещи, типа гаек и табуреток производить. На чем зарабатывать-то мы будем? — Почему? То есть, по идее, то есть... — Константин Борисович, можно же по-другому подходить. — Опасные производства нельзя, потому что думать нужно об экологии и о будущих поколениях, которые, кстати, тоже приносят большие деньги. Ну что, на табуретках и ногах как будем зарабатывать? — Ну, Свет, если возвращаясь к экологии, я думаю, что мы все видим, какие проблемы с онкологическими заболеваниями, какие у нас проблемы с аллергией, с другими. Я не видел как бы статистики, почему-то она не публикуется, но я думаю, что если будет опубликована статистика, то мы по этим показателям окажемся далеко не самым благополучным регионом. То есть, а на чем зарабатывать, то есть, нужно просто создавать более комфортные условия для жизни. То есть, условно говоря, если будет у нас в городе комфортные условия для жизни, то у нас будет жить в том числе какая-то прогрессивная молодежь, которая может работать удаленно, в том числе над какими-то задачами, которые ставятся в Силиконовой долине, но получать деньги здесь и тратить эти деньги здесь. То есть, если мы, с одной стороны, пытаемся заботиться о неких туристах, которые, так скажем, якобы приезжают в Кировскую область, то есть, ну, которых, я думаю, что все же они исчисляются, ну, несколько... А что, разве ты не видишь туристов на улице Кирова и в области на дорогах? Ну, я думаю, что в появлении туристов не так велика это уже заслуга департамента, или как там, который занимается привлечением туристов. То есть, я думаю, что она в первую очередь заботится о нас, то есть, о тех, которые здесь живут, и о той молодежи, которой было бы здесь комфортно жить и развиваться. Да, и тогда и будут инновации. Но все-таки, что же делать с Мородыковой? Ведь в любом случае этот ресурс кому-то передадут. Военные, по-моему, все. Я не говорю, что это не надо делать, просто действительно слишком много, слишком мало, слишком мало информации. Просто прежде чем подписываться под такой проект, надо действительно, то есть, провести очень серьезную там, экологическую там, экспертизу и привлечь общественности к решению этого проблемы. То есть, это не должно приниматься каким-то образом, там, односторонне, что там, вот, правительство сказало, здесь будет новое производство, там, по переработке отходов первого и второго уровня. То есть, это, то есть, нам, в первую очередь, не правительство, а нам, горожанам, здесь жить в нашем городе, как бы, и мы должны, как горожане, принять решение, то есть, нужны ли нам вот эти дополнители, там, не знаю, там, 5 миллионов рублей, там, 10 миллионов рублей, или мы хотим просто, как бы, этот, просто некого экологического спокойствия. Так, еще одно предложение, которое последовало от правительства, это возрождение Сосновского судостроительного завода, он работает, я там, не то, что он не работает, не работает, он работает действительно, но ему не хватает заказов для того, чтобы развиваться и приносить больше налогов в бюджет региона. В частности, сейчас идет получение лицензии на Густайну, они задумываются о военных заказах, но не первые стоят, конечно же, в этой очереди и просят правительство помочь им в получении заказов, кроме того, предлагает Сосновский судостроительный завод свой потенциал для того, чтобы строить большие, достаточно туристические суда, чего им для этого не хватает, не хватает глубины реки, так скажем, то есть, они задумываются над тем, что нужно углублять реку, чтобы производить более дорогие, более мощные суда и их продавать. Надо поддерживать такое предложение? Да, поддерживать надо, то есть, и здесь, кстати, может на самом деле получиться данный проект в плане того, что как раз Максим Кочетков, насколько я знаю, когда он работал в правительстве, он как раз курировал вопросы, то есть у него, во-первых, я так понимаю, базовое образование как раз связано там с водным, с морским транспортом, то есть работая в правительстве, он курировал как раз вопросы развития судостроения, то есть я думаю, что у него есть... Мы сейчас говорим о заместителе, представителе областного правительства Максиме Кочетковой, за которым промышленным. Да, я думаю, что у него просто есть как бы, все же надеюсь остались там какие-то серьезные контакты, серьезные связи, и он может тут выступить так, вполне хорошим лоббистом и, возможно, подтянет какие-то заказы для судостроительного завода. Тут я думаю, что как раз удачный, так скажем, заход со стороны судостроительного завода к Максиму Кочетковой. А что насчет реки? Насчет реки? Ее нужно углубить, расширить, что называется, углубить русло, иначе они не способны будут строить серьезные Я думаю, что там не такие большие деньги, если действительно будут какие-то серьезные заказы, то это вполне можно как бы... Силами завода? Ну, в том числе и силами завода, то есть... Или правительство области? Ну, Света... Ты человеками занимаешься довольно пристально, в том числе и расчистка, и углубление, и прочее. Но откуда деньги на это? Ну, во-первых, там не такие большие деньги, во-вторых, это же песок, то есть это строительный материал, который стоит каких-то денег, притом не маленьких. С другой стороны, то есть надо все считать, то есть в том числе возможны какие-то и поддержка со стороны как бы правительства, если там действительно какой-то конечный экономический эффект будет достаточный и превысит ту поддержку в виде налогов там. Понятно. Последним буквально две минуты остается у нас до конца программы. Хочу с тобой обсудить такую вещь, как предложение временно исполняющей обязанности губернатора Игоря Васильева построить католк на Театральной площади, который бы работал с 30 ноября по 8 марта, как в Москве. Ну ты читал, я посылала тебе ссылку на предложение главы региона, как украсить к новому городу. Да, то есть мне тоже было бы очень, я был бы очень рад, то есть я, во-первых, за любую как бы активность, если действительно будет в центре города красивый там достойный каток, который там Васильев сравнивает с катками в Москве, это будет только за как бы. Я только за. А что тогда ты улыбаешься? Не веришь, что возможно это было? Нет, почему? Ну понимаете, опять же тут все такие нюансы, то есть будет в центре каток, то есть это будет определенный опять же удар по другим крытым каткам, куда люди не будут ходить и платить как бы деньги. С другой стороны, если… То есть у нас ограниченное, ты считаешь, потребительское… Ну, Свет, ну если условно говоря, у тебя будет выбор пойти на бесплатный каток и покататься с ребенком бесплатно в центре города. Я, конечно, на театральную площадь пойду. Особенно если там будут военные духовые оркестры, может быть тоже не только на новогодние праздники, а всю зиму играют. Это очень замечательная идея, это абсолютно правильно, но опять же… А еще он там говорил, что будет продавать сосиски и глинтвей? Нет, не говорил. Ну, с другой стороны, возвращаясь к нашим же проблемам в экологии, то есть вот насколько я видел, то есть себестоимость данного мероприятия, заявленного новогоднее, 11 миллионов рублей. По-моему, даже 12. Ну, 11-12 миллионов, хотя на весь город, на целый год, на экологию тратится, опять же повторяюсь, порядка 7 миллионов рублей. Так, причем эти 12 миллионов на ледовый городок, который может растаять. Ну, там еще, правда, лампочки будут ремонтировать, но ледовый городок, понимаешь? Пусть уж лучше каток на всю зиму, может быть заработает на нем. Почему не зарабатывать на этом катке? Почему он бесплатно обязательно должен быть? Входной билет, опять же, горячий чай, сосиски. Я думаю, что там, конечно, какие-то возможные, так скажем, механизмы окупаемости, то есть на самом деле это привлечение каких-то спонсоров, возможно даже действительно какое-то введение там минимальное. Там принципиальный вопрос. Нужны нам новые формы празднования или все по-старому? Снова ледовый городок, уже не за 2, а 12 миллионов там, да? Или все-таки нужно думать в сторону зарабатывания? Мне кажется, об этом говорил Игорь Васильевич. Ну, с катком надо попробовать. То есть идея действительно хорошая. То есть как показывает практика Москвы, то есть вот насколько я там общаюсь с москвичами, все вот просто в восторге от тех грандиозных катков, которые в том числе, допустим, сделаны на ВДНХ. То есть естественно, хочется как-то тоже быть поближе к цивилизации. Да, очень хочется. Ты знаешь, мы только что вернулись из Казани, где, кстати говоря, на родильном фестивале взяли первое место за ток-шоу. А у нас тут сейчас с тобой ток-шоу происходит. Так вот таксист мне сказал, что в Казани в следующем году будут устанавливать остановки общественного транспорта с кондиционерами и автоматическими дверями. Представляешь? Это было особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора компании «Ажи Финанс». Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова